Такое не часто случается, но такое и случается, да? Ровно 12 лет назад, ну практически 12 лет назад, но не 13-го числа, а 12-го числа, в смысле, в этом году это 12-е число, в прошлом году это было 13-е число. Выпал снег, и в тот же самый момент я раздолбил свой автомобиль. Сумма ущерба вышла очень крутая, 4200 долларов, ну нормально такой скайлик, хорошо ломанулся. Почему я его раздолбил, ну догадайтесь сразу, ну догадайтесь сразу, потому что мы ехали на абсолютно летней и лысой резине, кроме всего прочего, у него там турботаймер был, и колесо заблокировалось, и поэтому вот такая штука случилась. Сегодня, сейчас вы, как и я, рано одеваете колеса, я колеса одел в середине сентября месяца, я знаю, что это такое, Россия наша. Я, естественно, делал липучку, я это дело очень сильно люблю и думаю, что на липучке я смогу прокатиться гораздо дольше. Хотя, по сути событий, кто-то предпочитает зимние колеса. Так вот, зимние колеса и липучку в том числе вы можете купить здесь, в магазине Екогама по Оренбургской 2Г. Кроме всего прочего, вы же здесь можете купить эти колеса и по цене, в принципе, абсолютно дешевой, то есть ничего, по сути, не изменилось. Как колеса делались в России, так они и делаются. Кроме всего прочего, вы о чем думали? Да, естественно, Россия это флагман, флагман всего мира, по сути. И то, что делается, и аккумулятор, и колеса, они также продолжают, кстати, и про масла, они также продолжают делаться в России, чем мы не самая главная страна мира. Вот о чем мы сейчас говорим. Спокойненько в конце сентября переобуваемся и ездим. Извините, где мы живем? На Урале. Наш Урал славится зимой. И такое часто бывало, что зима может длиться почти 8 месяцев. О, как! Так что к зиме надо готовиться, а лучше это делать заранее. То бишь, отложить день жестянщика на неопределенный срок. Хотя это рано или поздно понадобится. А вот теперь к слову о правильности дела мы подойдем. У автостопа репутация. И теперь ей уже более 15 лет. О чем мы говорим? О многом. Нам верят. И мы знаем Йокогаму. Хорошие ценники на качественную продукцию. Теперь о том, что я прочитал. Гарри Гаррисонт в крысе из нержавеющей стали для президентов так и написал, что круче ТВ нет и не придумать. Но он малость забыл о тех, кто на ТВ работает. Если бы это был Ричард Хаммонд и говорил бы про Йокогаму, все бы поняли. Хотя я работаю дольше Хаммонда. И уж поверьте мне, тема отличных колес и это Йокогама. Как вы прекрасно понимаете, здесь не только колеса ремонтируют. Здесь могут также поставить замечательную аппаратуру. Вот при мне ее делают. То есть куда еще ехать? По сути события. Человек мне просто сказал тут неправильную фразу. Я все объясняю, ребята. Но пункт номер один. Если вы собираетесь что-то делать с машиной, вам надо понять, что она быстро не делается. Представьте, вот это все дело разобрать целиком просто, чтобы все дело разобралось. А потом все это дело поставить. Это дело не 5 минут однозначно. Поэтому если вы купили здесь аппаратуру, то здесь же можете ее поставить. Здесь все это дело разберут и вам соберут. И вы уже уедете на таком солидно гремящем автомобильчике. То, о чем мы вам рассказать и не успели. О сервисе. Сервисов в городе много. Почему вы об этом не знаете? Ну почему? Что в этом сложного? А может быть это и не сервис вообще? О как. Замутили сервис и думаем, что получится. А нет. Здесь все работает и делается. Нужен ремонт колеса? Пожалуйста. Магнитолочку поставить? Да легко. Сабвуфер воткнуть? А плиз. Заставить машину прокачать басы и перенастроить акустику? А пожалуйста. И теперь и к слову об акустике, как и о всем другом. Раньше в Якогаме вы покупали только резину. А сейчас полный цикл работ по вашему автомобилю. Ну без покраски и жестянки. Хороший звучок, да? Хороший звучок. То есть сюда приходишь и получаешь удовольствие от хорошего звука. Наконец-таки сюда пришел человек, который привез сюда дорогую акустику. Это чуть позже. Ну а сегодня я вам демонстрирую то, что здесь есть. По сути событий. Что такое Якогама, да? Якогама это японский производитель. Но вы не должны понимать, что в Японии ездят только по асфальту. Извините. Там иногда такие циклоны приходят, да? И что несколько дней вся Япония в снегу находится, да? То есть если бы Япония сразу ездила на лете, представляете, сколько было бы трагических ситуаций, да? Нет, ничего подобного. Япония вам предлагает и шипованный вариант. И, кстати, если мы говорим про северные территории Японии, там такой же снег бывает. Представляете, зимой хлоп-хоп-хоп и опять снег. То есть отличный вариант. Кроме всего прочего, замечательная липучка. О, вот эта тема весьма интересная. И, естественно, Япония посмотрела на Россию, почему нет. Если Япония также вам говорит, что Россия это круто, почему нет. И в России вы можете купить все то же самое, сделанное в России под маркой Якогама. А вот как-то про звук мы говорили. Так вот он и для того, кто по сути живет в машине. Потому что машина для многих это работа. Эх, как хорошо, что есть карты памяти. Заканчиваешь тонной информацией, и безо всяких рекламных брейков звучит ваша музыка. К слову, от сабвуферов. Без косяков, простите. Внутренние органы, как и третий орган слуха, должны получать легенькие пинки. Как это делается в современных клубах. Не нужны децибелы, нужна мощность. По сути, этой мощности, грамотно подобранной, нет ни в одном ресторане города. А в машине есть. И когда я подхожу сюда, я вижу вот это самое звучание. Конечно, надо понимать, что в большинстве случаев машина акустически подготовлена. То есть серединка и высокие частоты там работают. Вот насчет низов, это сложно. В связи с этим мы приглашаем вас сюда, в автоцентр Екогамму. На второй этаж, чтобы вы себе могли купить замечательные колонки. В смысле низы, басы и еще усилители. И вот тогда, и вот тогда ваша машина начнет звучать хорошо и качественно. Кроме всего прочего, вы эти же штуки можете здесь себе и поставить. Опустившись вниз. То есть купили здесь, опустились вниз, вам все это дело поставили. Ну, хороший, замечательный сервис. А вот теперь про запчасти. Уж готовьтесь, господа. Сколько таких мест в городе? Ну, максимум 30. Вы в очереди должны стоять. Точнее, к вам должна быть очередь. За ценниками, как в Ебэе. И это сделать можно. Реально и правильно предоставлять запчасти в большем количестве. Зарабатывая на теме привоза, а не на теме обмана. Вот как, господа. Козюречки вы наши. Те, кто продают запасные части. Чего же вы со мной-то не работаете? Ну, не ваше правило. Вы думаете, что сэкономив на рекламе, к вам народ придет? Ну, думайте сами, господа. Автоцентр Йокогама не только занимается поставками замечательной автомобильной резины. Причем супер поставками. Автоцентр Йокогама не только вам говорит, что вы можете и музыку здесь поставить. А какая здесь супер музыка. Автоцентр Йокогама вам еще гарантирует, что вы можете залить масло. Любое здесь, из присутствующих. Причем, некоторое масло, как я уже говорил, оно абсолютно недорогое. И чем чаще вы сюда приезжаете, тем чаще вы заливаете, тем дольше вы едете на машине. Кроме всего прочего, автоцентр Йокогама вам может привезти запасные части. Причем по замечательной интернетовской цене. А не по той цене, что вам втирают другие товарищи. Так что, ребятки, есть такой вариант. Приехав в автоцентр Йокогама на Оренбургскую 2Г, заказав себе все запчасти, здесь же поставить и уехать на абсолютно нормальной и грамотной машине. Причем, не обязательно эта машина может быть и новой. Может быть и на БУ в том числе. Что-то как-то другой материал. А как вы хотите. Я смотрю за ценами, я смотрю за качеством, я вижу результат. Вы покупаете здесь весь ассортимент товара для машин. Можете его здесь и поставить. Ведь программа не только для водителей, но и для тех, кто не в зуб ногой. Конечно, хочется, чтобы таких было меньше, но не получается. Но мнение горожан я помню. Вы хотите результат, вы его и получаете в Йокогаме. Можно сюда зайти, можно зайти сюда и купить колеса. Но это же не только центр, где вы можете купить автомобильные колеса. Причем, кстати, не сильно задорого. Здесь вы можете поставить и магнитолы, и все остальное. То есть, это конкретный хороший центр. Причем, с ценами абсолютно небольшими. То есть, наверху вы покупаете все это дело, внизу устанавливаете. И выезжаете на машине с новыми колесами и с новой аппаратурой в том числе. Кроме всего прочего, сверху вы можете купить также и масла. И по сути событий, приезжайте сюда и ремонтируйтесь.